Рассказывается о различных технических деталях и нюансах, но скорее с точки зрения сейлс-преимуществ этих продуктов. Более подробный технический семинар, который я вас также приглашаю, состоится завтра в это же время. Он будет предназначен скорее для технических специалистов, для инженеров, для пресейл. Содержание презентации. Поговорим о позиционировании и стратегии Ялинка в области продуктов видеоконференц-связи. Посмотрим, какая продуктовая линейка есть сейчас у вендора, как он планирует ее развивать дальше. Поговорим более детально о характеристиках и преимуществах продуктов Ялинк. О совместимости продуктов с другими вендорами, причем как с аппаратными решениями, так и с программными. Дальше вторая часть презентации будет уже более детальная, отвечающая на вопросы, что мы планируем с вами делать завтра, послезавтра, в ближайшие дни, месяцы, недели. Я расскажу о программе авторизации реселлеров, авторизации партнеров третьего уровня, которая есть у Ялинка. О ценовой сервисной политике, которую компания планирует на рынке Российской Федерации, стран таможенного союза, конечно же, тоже. Ну и поговорим о, какие возможны решения на базе ВКС Ялинк, какая возможна интеграция этих продуктов, в том числе с другими продуктами Ялинк. Итак, позиционирование. Ялинк изначально планировал выйти на сегменты SME и SMB. Вообще, данный слайд, он был сделан с некой анимацией, и эти стрелочки, верхняя и нижняя, они должны были появляться, ну, что называется, попеременно. Вот. Значит, сам вендор, сам вендор позиционирует свои продукты как решение для SMB и SME рынков. SMB в переводе на русский язык это мелкий средний бизнес, SME это мелкие средние предприятия. Ну, наверное, понятно, что эти рынки, они, доля их в Российской Федерации, в Казахстане, в Белоруссии, наверное, не очень высока. По сравнению с Европой, по сравнению с Америкой, ну, с остальным миром. Ключевыми заказчиками, ключевыми пользователями ВКС у нас, наверное, скорее всего, являются предприятия. Корпоративные заказчики, правительство, там, где есть разветвленная инфраструктура. Поэтому мы, в общем-то, добавили от себя позиционирование Ялинка на верхний сегмент рынка. И вендор, наверное, где-то с нами согласен, что эти продукты, в том числе, могут использоваться в отдельных решениях для корпоративных рынков. В принципе, вот те продукты, которые есть сейчас, они могут решать задачи создания видеоконференций до восьми участников, до восьми конечных точек, до восьми эндпоинтов. Поэтому, если еще раз взглянуть на эту пирамиду, то видно, что, скажем так, лобовыми, наверное, конкурентами, прямыми конкурентами на рынке будут являться решения продукции компании Love Size, которая также не имеет широкой линейки для построения инфраструктурных решений. Но в каких-то отдельных моментах решениях продукция Ялинк может быть конкурентом продукции поликома CISCO Redvision. На чем будет основываться, на чем основывается рыночная стратегия, рыночная стратегия от Ялинка? Стратегия, в общем-то, достаточно простая. Это лидерство по соотношению цена и качество. На графике показано, что Ялинк обоснованно претендует на то, что его продукты будут такого же качества, такого же функционала, как продукция от ведущих производителей мировых. А это все компании, штаб-квартира которых находится в Соединенных Штатах. Это транснациональные корпорации, но штаб-квартира, маркетинг, R&D – это все США. Напоминаю, что Ялинк – это китайская компания. И, в общем, это достаточно, с одной стороны, серьезный вызов брошен. Но, с другой стороны, репутация Ялинка, как компании, которая в главу угла ставит качество и, достаточно, скажем так, безупречную работу своих продуктов, позволяет претендовать на успех с точки зрения качества. Цена, ну, цена, да, понятно. Без ценовой агрессии тяжело, скажем так, выйти на этот сегмент. Поэтому, на наш взгляд, это правильная как бы ставка, потому что ставка только на качество, но, забывая про агрессивную цену, не позволит отодвинуть главных игроков и рынка. Ставка только на цену в ущерб качеству, ну, она приведет к очередному контакт-продукту однодневки. Насколько, опять же, известно мне, там, моим коллегам, на рынке аппаратных ВКС в России и в Европе были неоднократные попытки, были неоднократные попытки различных производителей китайских и других стран Юго-Восточной Азии выйти на этот рынок. Но продукты, эти компании живут год-два, не больше, и потом компания получится с этого рынка уходит. У Ялинка достаточно серьезный настрой и, в общем, вера есть, обоснованная вера есть в будущее. Продуктовая линейка. В данный момент это только два продукта на сегодняшний день доступны к заказу. Один продукт – это комплект системы VC-400. Это видеоконференц-связь, которая позволяет, содержит в себе встроенный MCU, встроенный сервер, который может организовывать, управлять конференцией до четырех точек с качеством, с разрешением 1080p, ну, или говоря по-другому, Full HD, с возможным расширением до восьми точек. Второй продукт – это VC-120. Это терминальное групповое устройство, которое позволяет соединяться только как точка-точка. У него нет встроенного сервера многоточек. По остальной комплектации оба этих комплекса, оба этих продукта, они одинаковые. Одинаковая камера, одинаковый видеоконференц-телефон, пульт и все аксессуары. Просто я дальше буду говорить общие преимущества. Хочу, чтобы вы понимали, что они относятся как бы к обоим продуктам. Ну, а там я, где буду говорить про VC-400, я подчеркну это отдельно. В основном это будет касаться мультиточки, сервера MCU и сбора многоточек конференций. Сразу хочу сказать, что Ялинк понимает прекрасно, что два продукта – это мало для рынка. И на 2015 год запланирован ввод в строй еще моделей, еще решений. Собственно, фокус, наверное, один из главных фокусов Ялинка будет на продукты, связанные с видеоконференц-связью. Появится еще ВКС. Скорее всего, это будет терминальное устройство более бюджетное, чем VC-120. То есть там совсем уже будет ценовая агрессия, ну, скажем так, заметно. Появится новый видеотелефон, передающий картинку и звук в качестве HD. Появятся ближе к концу года решения софтверные для PC и появятся софтфоны для iPad'ов, Android'ов. Ну, то, что, в принципе, есть, наверное, сейчас у всех компаний, которые на рынке ВКС представляют аппаратные решения. То есть появится некая полноценная линейка продуктов, которая позволит строить более широкие решения. Но пока сейчас есть два продукта, которые должны решить, наверное, главные узловые вопросы. Рыночные преимущества, которые производитель закладывает в свои продукты, на основе которых он, собственно, собирается воплощать ту рыночную стратегию, о которой я говорил на предыдущих слайдах. Качество. Качество продукции обеспечивается использованием той же самой аппаратной базы, как и у других, собственно, вендоров. Те же чипсеты Texas Instrument, которые используют Polycom, Lovesize, Cisco и другие производители, и, собственно, на базе тех же самых микросхем сделана продукция EOLINE. Большое внимание вендор оказывает в простоте установки, настройки, использования и поддержки. Про это мы чуть подробнее поговорим, будет несколько сладостей. Отсутствие скрытых, скажем так, скрытых дополнительных платежей. Производитель максимально стремится к тому, чтобы цена была всего одна. То есть устройство полностью готово к работе, не требует покупки, не требует дополнительных платежей для включения каких-то дополнительных опций. Ну, например, двойного дисплея. Очень часто подобные вещи у других вендоров, они требуют дополнительной оплаты. Ну, про это мы тоже подробнее чуть поговорим. А, вот, не потом, а прямо сейчас поговорим. Что включено в базовый продукт? В базовый продукт включена поддержка передачи видео и контента с качеством Full HD, ну, или 1080p. Для VC400 включена четырехточечная конференция с этим качеством. Включена поддержка вывода изображения на два экрана, то, что называется Dual Screen. То есть вы на один экран можете выводить видеоконференцию, на другом – презентацию, ну, или другой контент, если конференция подразумевает использование, включение этого. Запись также находится, реализована в качестве базовой опции. Для того, чтобы записывать конференцию, не нужно покупать дополнительные лицензии. VC400 – это, ну, так скромно назовем его «флагман» среди моделей EOLINK. Кодек, включающий в себя API аппаратный сервер MCU, который позволяет собирать четырехточечную видеоконференцию. Сам кодек, сам VC400, плюс еще три кодека могут обмениваться как видеоконференции с качеством 1080p, ну, Full HD, то, что называется Full HD, и еще при этом с таким же точным качеством 1080p в эту же конференцию добавляется показ контента. Плюс к этому VC400 поддерживает один дополнительный аудиоизов. Ну, пример использования простой. Собрали конференцию, центральный офис собрал филиалы, стали что-то бурное обсуждать, и тут возникает желание попросить не помощь в залу, а сделать звонок другу. Сделать звонок другу. Сделать звонок эксперту, мнение которого необходимо, ну, что называется, прямо здесь и сейчас, и сделать так, чтобы его голос, его ответы на вопросы было слышно всем. Из проблем делается аудиовызов, и, собственно, все участники конференции со всех четырех точек могут разговаривать с дополнительным, с дополнительным участником конференции, который находится, ну, либо где-то на своем рабочем месте, ему не надо бежать в переговорку, либо даже находится в пути с помощью мобильного устройства, он также становится, скажем так, участником конференции. Не полноценным, но участником. В сервере MCU, который встроен в кодек VC400, заложена достаточно интересная возможность. Кодек содержит два встроенных энкодера. Это позволяет осуществлять независимую обработку соединений как с качеством HD, так и ниже. То есть, если конференция, например, в нее собрались три участника с HD-качеством, и заходит туда четвертый участник, ну, например, с какого-то софтфона, с какого-то мобильного устройства, то у многих производителей, у других, у которых нету встроенных энкодеров, кроме одного, упадет качество связи. Упадет качество связи до минимального. Ну, то есть, энкодер, он будет обрабатывать, скажем так, по самому слабому. Компания Ялинк использует два встроенных энкодера. Один будет по-прежнему поддерживать конференцию в качестве HD, а второй соберет участников с качеством CIF и ниже. Подробнее про это расскажут мои коллеги завтра на техническом вебинаре. Два энкодера также позволяют MCU поддерживать, скажем так, смешанные соединения, когда в одну конференцию собираются участники по протоколам и CIF и 323-му. То есть, необязательно собирать только по одному из протоколов. Там может быть миксовое соединение. Комплектность, как я говорил, обоих систем, и 400, и 120, она одинакова. Она состоит из кодека. На рисунке показана камера с 18-кратным зубом. Видеоконференция, телефон и пуль ДУ. Ну, плюс соединительные кабели. Мы их здесь не стали показывать. Ну, вот в составе комплекта есть практически все необходимое для того, чтобы подключить, собрать систему и начать ее полноценно использовать. Нижняя часть слайда – это задняя часть. Задняя часть кодека, собственно, где показаны все разъемы, все необходимые разъемы. Давайте так. Буквально 1-2 минуты. Сейчас я попрошу вас задать вопросы, если они есть, потому что сейчас мы перейдем к рыночным преимуществам. Все ли понятно по поводу стратегии и по поводу двух продуктов? Сейчас мы погрузимся уже в детализацию. Есть ли какие-то общие вопросы, что называется, по глобусу рыночному? Если нет, просьба ставить минус. Если есть, то просьба задавать в чат. Вот поступил хороший вопрос. Сколько дополнительных участников может быть на примере рассказа, когда есть соединение с мобильного телефона? В принципе, бесконечное количество. Если по этому аудиоканалу идет подключение какой-то голосовой конференции. Другое дело, что ее предварительно где-то надо собрать. Дальше будет слайд, в том числе посвященный подобному решению. Но голосовой вызов туда один приходит по этому аудиоканалу. Вопрос. Есть ли конкуренты с аналогичным функционалом и дешевле, а бренд известнее Sony? Ну, сразу придерусь к слову Sony. Sony, да, известный бренд, один из застрельщиков рынка ВКС, но Sony ушел с этого рынка несколько лет назад. А по поводу аналогичного функционала, дешевле, вот тут в вопросе качество не прозвучало. Наверное, есть. Ну, тут, наверное, вам надо анализировать. Мы рынок мониторим, но секреты не выдадим. У нас лучше соотношение функционал, качество и цена. Дополнительное лицензирование требует восьмиточечная конференция. Цену пока не скажу. Так, ну, тут пошла дискуссия по поводу Panasonic. Panasonic не является производителем видеоконференц-связи. Panasonic является уемщиком. Он сам ничего не производит. Для него делает другая компания. Про качество ZTE даже китайцы ругаются. Huawei, да, есть такая компания, очень дорого. Показ контента. Показ контента в конференцию, закидывание, это фактически мы расшариваем десктоп. Подключается любой компьютер, ноутбук или там стационарный комп, подключается через VGA, через VGA-разъем. Чата в конференции нет. VGA есть. С помощью VGA, еще раз говорю, передается туда десктоп. Чата у Ялинка нет. Panasonic, что не делает Panasonic? Panasonic не производит сам и не разрабатывает. Его продукты, это UEM-продукты. Ну, давайте мы про Panasonic зададим вопрос, ну, Panasonic, скажем так. Сейчас мы говорим про Ялинку. Panasonic, да, он сделал VKS, но похоже, что не будет вкладываться в сильное развитие этого продукта. По моим ощущениям. Могу ошибаться, скажем так. Panasonic – великая компания, но, наверное, не в области VKS. Ну, что ж, давайте как бы спасибо. Если вопросы еще по позиционированию есть, вы их пишите в чат, я постараюсь тогда в самом конце ответить. Ладно, коллеги, спасибо. Давайте дальше двинемся. Рыночные преимущества, которые закладывает компания Ялинк в свои продукты. Сразу скажу, что это не уникальные рыночные преимущества. Просто есть вещи, которые, ну, что называется, must-have. Они должны быть. Без каких-то отдельных преимуществ невозможно претендовать на определенные доли, на определенный сегмент рынка, на определенную категорию решения. Например, Full HD Video и HD Audio. Если кодек не поддерживает, то, наверное, сейчас, если решение, если кодеки аппаратные каких-то производителей не поддерживают данные вещи, то, ну, не то чтобы они не в тренде, но они не могут претендовать на решение какого-то хай-класса. И некоторые заказчики, они даже не рассматривают их, как продукты для целого потребления. Другой вопрос, что, может быть, заказчику зачастую не нужно Full HD Video. Многие не совсем понимают, например, чем HD Video отличается от Full HD Video. Если говорить про именно видеоконференцию, я не говорю про показ фильмов как дополнительного контента, а именно передача, вот, что называется, лиц. Зачастую качество, ну, там так оно не востребовано. И в качестве HD даже можно нормально разбирать лица, мимику, там, жесты, детали какие-то. Но при этом, при этом некоторые заказчики, вот, у нас дело чести, вот, у нас есть Full HD монитор, у нас все Full HD, и, соответственно, VKS тоже должен быть Full HD. Иолинк поддерживает аппаратные, аппаратные, как бы, инструменты, оптимизации ширины канала, минимизации сетевого трафика. Да, у нас, у большинства заказчиков, толстые выделенные каналы, но при этом, при этом, опять же, это та фишка, которая, которая должна быть. А вдруг качество канала упадет, а вдруг, ну, не знаю, откроется где-то филиал какой-то, где пока нету толстого интернета, где придется сильно считать копейку или какие-то еще другие резорты. Простота установки, настройки и использования. Интуитивный, дружелюбный интерфейс, локализация. Продукт практически полностью адаптирован под его использование, ну, скажем так, непрофессиональным пользователем. То есть, для ежедневного использования, для управления не требуется постоянное присутствие сисадмина. Ну, это, наверное, это общий тренд сейчас для ВКСа. То есть, это становится таким же рабочим инструментом, ну, как проектов в переговорной комнате. Широкая совместимость с другими вендорами. Ну, тут все понятно, вот сейчас, если про Panasonic, тут писали в чате, что слабая, слабая совместимость. Есть продукты, те же Sony, они, Sony разрабатывал свой ВКС, практически мало совместим, он разрабатывал его по своему стандарту. Вот открытый, фактически открытый стандарт, он позволяет быть востребованным, наверное, широким кругом заказчиков. Ну, защищенность, безопасность соединений и передачи. Тоже немаловажная важная штука. Сейчас более детально расскажу, как вот эти декларации, скажем так, реализуются в продуктах, что есть, то, что, ну, скажем так, подтверждает наличие вот этих преимуществ и КС Ялин. Качество видео и аудио складывается из двух аксессуаров, входящих в состав комплекса. Это камера с 18-ти кратным оптическим зумом. Захват звука обеспечивается с помощью видеоконференции телефона, в состав которого входит блок микрофона. Трехметровый гарантированный захват в радиусе 360 градусов. Если переговорка больше, ну, это уж совсем, наверное, совсем большая переговорка, скорее, такой, средний конференц-зал, то можно дорастить до 5 метров. Есть дополнительные лягушки и захват звука будет во всем радиусе на всей этой площади. Постройка ширины канала. Кодек автоматически производит анализ и дальше динамически сокращает требуемую полосу пропускания, подстраивает, восстанавливает пакеты или распределяет приоритеты в случае, если канал стал совсем тонким. Чуть подробнее дальше будет отдельный слайд по поводу по поводу вот этих квадратиков. Сокращение ширины канала. Кодеки поддерживают 264-й протокол high-profile и здесь экономия трафика возможно где-то до 50% по сравнению с теми системами, которые этот протокол не поддерживает. Там где-то необходимо идет сокращение снижения расходов на трафик. Я понимаю, что говорить о снижении расходов на трафик для корпоративных заказчиков, которые используют толстые выделенные каналы и могут легко нарезать для корпоративного ВКС существенную часть отрезать оно как бы неактуально. Но тем не менее для некоторых заказчиков коммерческих, у которых канал лимитирован и внедрение ВКС зачастую сопряжено с тем, что надо покупать более толстый канал, подобные фишки могут оказаться востребованы. ВКС при этом не будет забивать всю полосу. подстройка ширины канала есть технология, про которую Дмитрий в частности уже написал в чате несколько опережая презентацию. Какое преимущество получает заказчик? Не нужен выделенный канал. Более того, возможно передача в общем канале включая 3G-4G. возможно использование данных систем как групповых мобильных терминалов. Восстановление видео происходит коррекция ошибок, причем у Ялинка есть алгоритм, который восстанавливает видео при потере более 8% пакетов. У других вендоров эта цифра чуть меньше, 5, 6, 7. Ялинка гладкое видео даже при 8% пакетов. Звук при потере порядка 20% пакетов. Не будет квадратиков, не будет этой пикселизации, мы будем видеть гладкую картинку. Приоритеты. При очень тонком канале, когда невозможно запихать в канал с максимальным качеством видео, презентацию и звук, система автоматически переставит приоритеты. Ухудшая качество видео, она будет до конца пытаться сохранить качество аудио и качество презентации. В принципе, наверное, логичное объяснение. Нам главное слышать собеседника и видеть, что он пытается показать нам, что пытаются показать, ту презентацию, тот контент, который пытаются показать во время конференции. Наверное, это самое важное. При этом же видеть собеседников, главное, чтобы они были, чтобы сохранился некий канкер. Данными приоритетами можно управлять вручную, но есть автоматическая настройка. Пользователю не надо думать о том, я вас вижу, но при этом не слышу и не могу понять, что вы мне показываете. Наверное, это уже не конференция. При этом лучше видеть, что мне показывают и лучше слышать собеседника. Тогда конференция сохранится. В эксплуатации сделана ставка на ключевое слово удобство. Удобство по-английски входит в девиз Ялинка. Наверное, не знаю, нужно будет посоветовать вендору чуть-чуть поменять его слоган, потому что easy wipe в свете того, что появился VKS недостаточно. Как-то туда надо VCS добавить. Продукты удобно смотреть, удобно записывать, удобно управлять, удобно использовать, устанавливать и показывать. Большое внимание вендор обращает на то, чтобы продукт был не сложен, был логичен, был, в общем, прост, достаточно эксплуатацией. Демонстрация. При демонстрации, когда вы, например, приехали к заказчику, привезли демокомплект, то его разворот, его установка с момента открытия чемодана до момента соединения и начала показа всех функций занимает, ну, наверное, не более 10 минут. мы здесь проводили эксперименты 5-7 минут это достаточное время для того, чтобы полностью развернуть систему и установить соединение. Причем установление соединения обеспечивается встроенным механизмом корректного преодоления фар-волк. Достаточно получить доступ к интернету и при этом не меняя сетевых настроек, не меняя политику безопасности у заказчика, мы можем достучаться до демонстрационного зала. Под демонстрационным залом я имею в виду как демонстрационные комнаты у вендора с открытыми публичными IP-адресами, так и скоро уже готова у нас демонстрационная комната, мы разошлем вам IP-шник, куда можно будет позвонить и можно будет проверять соединение, функциональность, ну, собственно, весь набор фишек. Установка. Производитель декларирует, что в системе есть OpenVPN. Для наших с вами государств, для России, для Казахстана, вроде бы, и для Белоруссии тоже есть некие ограничения на использование OpenVPN. Поэтому, ну, скажем так, эта возможность есть, но пользоваться мы ею пока не можем. встроенным 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 VPN-ом. Как это организовано в конкретной корпоративной сети, но это уже вопрос, наверное, немножко другой, за рамками этого семинара. Ну, подробнее, подробнее на эту тему можно будет поговорить завтра на технической части вебинара с моими коленами. Меню сделано максимально понятным, максимально, в общем, простым и удобным. Оно интерактивное. IP-адреса для 323-го вы набираете, собственно, как IP-адрес, дальше просто кнопка звонок. Сип-адрес набирается как Сип-адрес и, в общем, дальше контакт сохраняется в записной книжке, его можно переименовать, как-то собственно, ну, собственно, появляется в записной книжке. Здесь ничего нету такого фантастически выдающегося. Обычная записная книжка, которая есть в большинстве, скажем так, мобильных телефонов, мобильных устройств. Управление. Управление двойное. Оно идет как с пульта ДУ, так и базовые функции вынесены на видеоконференции телефона. Причем ключевые функции, как, например, запись, показ, презентация, они реализованы в качестве горячих клавиш, и их можно вызывать, можно инициировать с помощью одного нажатия. Это актуально, когда большой стол, и чтобы пульт там не гонять, друг другу не передавать, тот, кто сидит у телефона, он может также полноценно управлять конференцией, как и участник, у которого пульт находится в руках. Запись. Опять же, это одна кнопка, на кодеке есть USB, USB-разъем, туда вставляется USB-носитель, и после нажатия кнопки, после активации режима записи, вы можете как делать скриншоты, так и записывать конференцию. Час записи, это где-то примерно 1 гигабайт, обычный USB-носитель. Ничего такого нет, но у некоторых, опять же, других производителей. Возможность записи, это 100% покупка дополнительного устройства, то, что называется VRS, Video Recording System, цены 10 тысяч долларов, меньше 10 тысяч долларов, больше 10 тысяч долларов, но в любом случае, это существенные, значимые дополнительные платежи. Ялинки этого нет. Пожалуйста, пользуйтесь записью с момента покупки. При этом не надо платить ничего, в смысле дополнительного, ни лицензии, ни дополнительных устройств. Готовы к работе. Готовы к работе функция. Настройки. Настройка изображения производится в два этапа. Выбираете режим, дальше выбираете тот экран, который вы хотите. Сначала выбираете вид, а дальше выбираете ту часть изображения, которую вы хотите изменить, увеличить, что-то с ней сделать. тоже все достаточно просто. Второй дисплей. Как я говорил, функция подключения второго дисплея, она входит в базовые функции и не требует дополнительного лицензирования. На второй части, на втором дисплее вы можете выводить любое изображение. можете контент выводить, можете выводить себя, можете выводить участника конференции, либо кого-то из них. Тоже это все легко управляемо, легко настраивано. сейчас мы перейдем к совместимости, там наверное будет достаточно много вопросов, они уже предварительно были. По поводу сел преимуществ, буквально давайте минуту две, прошу вас, если вопросов нет, пожалуйста нажмите минус, если какие-то вопросы есть, то я готов еще про что-то рассказать. Может вам показалось, что чего-то нет, может быть наоборот, что-то названо как сел преимущество, а на самом деле не является таковым. А вот Руслан Федосеев он да неоднократно пытался нас засудить и вопрос про OpenVPN Руслан не из серии засудить ли снова нас. Повторяю этот вопрос, есть ограничения для OpenVPN встроенного для использования в странах таможенного союза. Чуть более подробнее об этом завтра расскажут мои коллеги технические специалисты. Не надо нас судить заслуживать, Руслан. Что же вот так, а? В данном случае преимуществом является то, что эта функция в том числе реализована в составе кодека. Это умный, это очень неглупый кодек, где много всяких технических встроенных вещей. С точки зрения сел преимуществ, наверное, VPN это показатель уровня решения вендора, уровень вложенности с точки зрения их отдела R&D. Они пытались сделать достаточно мощную систему. Мы OpioVPM вместе с вендорами, у нас специально обученный человек приезжает в Китай и выкусывает. У нас сотрудники постоянно ездят в командировку и там выкусывают, не дай бог, чтобы OpenVPN сюда не приехал. И не дай бог Руслан Федосиев и его единомышленники не засудили нас. Вас устраивает такое? Руслан, вы хотите проконтролировать, как мы выкусываем VPN на заводе? Пожалуйста, за ваш счет командировка, мы вам все покажем. Ну что, если кроме OpenVPN вопросов больше нет, тогда давайте двинемся дальше. Спасибо за вопросы по поводу селф-преимуществ. Совместимость. Как я уже сказал, Ялинки работают по двум протоколам. По 323 и по СИПУ. По 323 с чем тестировался на совместимость Ялинка. С поляковым, с низко средвиженным слабсайзом. Серии, название серии, ну, название МСЮшек на данном слайде показаны. Это те устройства, те кодеки, те сервера, с которыми производилось тестирование на совместимость. Ну, понятно, что тестирование было положительное, иначе бы этих изображений не было бы на этом слайде. по 323 производилось тестирование на совместимость с софтверными решениями, софтверными серверами, в том числе облачными, которые показаны на этом рисунке. Список далеко не полный, я думаю, что мы будем расширять, будем дополнять, в том числе российскими производителями, ну, например, там, не знаю, компания майнд, по моим представлениям, тоже должна появиться на этом слайде. Это не реклама майнда, это просто, ну, скажем так, констатация, что мы не остановимся на достигнутом, будем продолжать, будем продолжать дополнять наш список вендоров, с которыми уверенно совместима продукция Яринька. Аналогичная ситуация по СИПУ. Нижняя часть слайда, видите, перечень, с чем было это протестировано. Также будет это все дополняться, дополняться, расширяться. Прежде чем переходить к прайс-листу, к политике, сразу скажу, что производитель планирует иметь, скажем так, партнеров двух, скажем так, двух основных категорий. Это авторизованные и неавторизованные партнеры. Какие преимущества получат авторизованные партнеры? Авторизованные партнеры прежде всего получат за разумную цену вот этот самый клевый чемоданчик, который на фотке. Они уже есть на складе, их мало, их мало. спешите. Стоит недорого 2600 долларов Соединенных Штатов. Я просто вижу по чату, что чемоданчик вызвал сразу определение клевое. Даже что там внутри, я так понимаю, можно уже не рассказывать. Тем не менее, внутри находится данный комплект называется VDK 400. он содержит BC 400 с небольшими дополнениями, которые позволят облегчить демонстрацию. В частности, там флешка находится, будет еще дополнительное крепление к этому комплекту, кабельные стяжки. В общем, все, что взял, кинул в багажник машины, или поехал в метро, или в трамваи, неважно, любым транспортом. Приехал к заказчику, развернул, показал, собрал, уехал. Максимально такой мобильный, максимально транспортабельный комплект. Для московских партнеров, для партнеров питерских мы готовы приехать или дать этот чемоданчик на время. Для тех, кто находится ни в Москве, ни в Питере, наверное, как-то придется договариваться, потому что везти его в другой город это все время. Не хотелось бы его зря терять. Но если вы это купите, естественно, мы отдадим это навсегда этот чемоданчик. Итак, авторизованный партнер покупает демокомплект. Одну или две штуки позволяет купить. Не потому, что чемоданов мало, а просто зачем нужны две штуки. Две штуки нужны будут вам, если вы захотите, помимо демонстрационного комплекта, который будет постоянно ездить по заказчикам, еще сделать свой демо-зал, куда собственно опять же заказчики при демонстрации могут звонить. Уже можно звонить не нам, в этой ситуации можно будет звонить не нам, можно будет звонить не китайцам, а можно будет все продвижение замкнуть собственно на вас. Дальше следующая вещь, которая нужна компании, чтобы стать авторизованным листселером. Нужно обеспечить наличие в штате сертифицированного инженера, который пройдет тренинг и экзамен компании Ялинк. Содержимое этого тренинга и собственно что за экзамен я сейчас не готов вам озвучивать. Если это интересно, пришлите мне письмо, я этой информацией поделюсь. Ну и соответственно разместить информацию о продукции ВКС Ялинк на своем сайте и активно заниматься этим продвижением. Преимущества, что получает реселлер за вот этот чемоданчик и вот этого уважаемого человека в своем штате. Дополнительные скидки на продукцию, дополнительные скидки на сервисы. Доступ, собственно даже не доступ, а будут прямые, ну чуть ли не принудительные приглашения к онлайн-тренингам вендора, которые тот планирует проводить регулярно. Ну и соответственно полный доступ к маркетинговым материалам, возможность использования логотипов, ну все, что говорится с этим связано. Значит, данная программа вот в том виде, в каком она есть, с этими чудными чемоданчиками и со всеми вот этими делами, она будет действовать до 31 декабря 2015 года. Дальше она будет пересмотрена. Возможно появятся какие-то планы, но вот видите, да, что нижняя, нижняя, скажем так, фраза на слайде, она буквально об этом говорит, что требований по плану, требований по каким-то продажам в этом, в этом году не будет. Ну, скажем так, понятно, первый год, достаточно льготная запись в клуб любителей Ялинка ВКС. Так, вопросы тут поступили. Тренинг платный, тренинг бесплатный, тренинг на китайском, да, Руслан Федосеев, лично для вас я договорился, чтобы он проводился на кантонском диалекте, ни в коем случае не на мандаринском. Тренинг в качестве вебинара. Простите, а я вот вопрос не понял, что значит Минск ближе Питера? А, поступил вопрос, почему Минск ближе Питера? Я так понимаю, что это вопрос, почему в Минске мы не можем дать на тест? Просто в Минске у нас нет своего офиса, все очень просто. У компании Пиматика есть офисы в странах таможенного союза в Москве, в Минске и в Алма-Ате. Еще есть в Киеве офис. А вот в Минске у нас есть партнер, партнеры хорошие, но мы сначала как, обеспечили этими клевыми чемоданчиками самих себя. Ну, понятно. Поэтому в Минск мы готовы продать. Просто так вот, там просто их нету физически. Вот это хороший разговор, купим. Вы записаны первую очередь на покупку. Спасибо, Артем. Ценообразование. как было сказано, наверное, на самом первом слайде, что стратегия Алинк это ставка на лидерство по соотношению цена-качество. Отнюдь не по цене. Розничные цены запланировано удерживать где-то примерно процентов на 20 ниже аналогов от лапсайза. Соответственно, при этом еще есть дополнительные бонусы, скажем так, дополнительные бонусы ставка на правильное управление каналом. Потому что если говорить про тот же лапсайз, наверное, не секретом является, что у них нету больших скидок. Ну, по крайней мере, это мне говорили те компании, которые пытались работать с лапсайзом. Да, хороший продукт, да, интересная цена, но для системного интегратора там не оставляется необходимое моржение, не оставляется необходимого задела так, чтобы это было, ну, скажем так, интересно для продвижения. Да, если заказчик сказал, вот, хочу в лапсайзе ничего больше, ну, системный интегратор, да, пойдет, купит, его поставит. Я это сделаю, но без особого удовольствия. Ялинка подкод другой. Он большую часть моржи, значимую часть, планирует оставлять системным интегратором, реселлером. Ну, как я уже говорил, разную, в зависимости от того, будет ли это сертифицированный реселлер, или это будет, ну, будет компания, которая случайно набрела на какой-то проект, не системный, скажем так. Соответственно, больше моржа в нашем канале поставки, большие скидки будут по сравнению с другими вендорами, не только на продукты, но и на сервисы, ну, и гарантия и защита моржи в канале. Есть процедура регистрации проектов, защита этих проектов, не только ценой, но и складом, ну, и, собственно, вот, наверное, процедура на образование, все. Проекты. Еще раз повторюсь, есть форма, подобная форма, я так понимаю, есть практически у всех вендоров, там нужно выдать данные по, нужно выдать данные о конечном заказчике, о том, где, как это планируется у него внедрять, что это за проект, если нет перспектива, какие-то сроки, ну, в общем, все увидите, все увидите в этой форме. Проектные скидки, они, наверное, будем обсуждать индивидуально. То есть, иными словами, возможно, скидка, наверное, даже на небольшое количество кодеков, там, 2-3-4 штуки, в принципе, могут получить достаточно серьезную скидку, ну, при условии, что это, наверное, какая-то стартовая поставка, поставка проекта к каким-то возможным продолжением. Поэтому скидки, со скидками давайте, сейчас я цифры какие-то не буду называть, обсудим их индивидуально. Защита проектов ценой и складом. Ну, цена понятна, что это такое, то есть, проектная скидка, если она выдается какой-то одной компании, та, которая является инициатором проекта, остальные компании, понятно, что уже не получится. Как говорится, кто работал, тот и покушал, а кто прибежал в большой ложке, тогда, когда уже тендер вывесили, ну, наверное, таких компаний мы, не мы поддерживать не будем, не вендор не будет поддерживать. Складом ситуация тоже понятная. если товар есть на складе, он будет, скорее всего, резервироваться, ну, по ту компанию, которая инициировала тендер. Остальным компаниям будут даваться такие сроки поставки, ну, которые, которые позволят защитить этот тендер. Я так, чтобы Руслан Федосеев не придрался и не сказал, что у нас есть антимонопольное законодательство и вот данный слайд является его нарушением, такой некой обтекаемый выдан фразу. Сервисные услуги. Сервисные услуги будем предоставлять мы, будет предоставлять сам вендор, но поскольку представительства вендора на территории Российской Федерации нет и в ближайшее время не планируется, то, наверное, надо говорить не о трехуровневой, а о двухуровневой схеме. То есть, сервис можно будет купить что называется из рук IP-матики, но есть вариант покупки сервиса и, соответственно, его осуществления из рук системного интегратора. Ну, понятно, что данной штукой могут воспользоваться и, соответственно, большими дополнительными скидками только авторизованные партнеры. мы все-таки скажем некие цифры, мы планируем, наверное, что при продаже сервиса не авторизованный партнер будет получать какую-то там техническую скидку процентов, наверное, 13 от цены лист-прайса. Тогда как авторизованный партнер, он получит, наверное, где-то порядка 40% сервис, он является тоже достаточно доходной штукой. Это не проходной товар. Склады РМА, то, что ну, РМА, надеюсь, не надо расшифровывать. Склады, где происходит горячая подмена, горячая замена, собственно, где происходит процедура сервисного гарантийного обмена продукции. Мы будем поддерживать в Москве точно, но в других наших офисах это, как говорится, будем посмотреть. Но в любом случае товары, которые будут идти под замену, под ремонт, не нужно будет ждать, пока товар съездит на фабрику в Китай, пока он там отремонтируется и вернется назад. Будет фонд горячей подмены. решение на базе геолинка. Этот слайд не есть какой-то кейс конкретный. Это наше представление о том, где можно использовать ВКС и другие продукты, которые поставляет наша компания в составе решений. Понятно, что это не решение для каких-то больших корпораций, это решение скорее для мелкого, среднего бизнеса. Но, тем не менее, ВС 400 это наверное правильный, где-то даже близкий к оптимальному вариант для оснащения переговорной комнаты, либо головного офиса средней компании, либо какого-то регионального может быть отделения большой корпорации. Там же, в этом же офисе на столе у топ-менеджеров, ответственных сотрудников каких-то может стоять HD-видео телефона. Дальше интернет, связь через интернет возможно с переговорными филиалах в каких-то конечных точках, где устанавливается комплект Я-Link VC-120. К этой же самой системе видеоконференц-связи можно будет подключаться с помощью мобильных устройств, при этом подключаться как полноценный участник видеоконференции. Полноценный в данном смысле означает Руслан специально для вас, что подключившийся с помощью софтфона будет видеть как видео, так и звук. Ну и возможно подключение в эту видеоконференц-связь тех переговорных заказчиков, поставщиков, которые используют другое оборудование. Список совместимости, слайд совместимости вы видели раньше. В эту же конференцию в качестве участника, просто участника, возможно голосовое подключение с помощью мобильных устройств. Также, также видеоконференция может позвонить, принять поток с помощью SIP-камер с тем же самым качеством Full HD. В принципе, во время конференции, если возник какой-то вопрос, а давайте куда-то позвоним, позвоним, не знаю, как правильно ударение, но в общем, сделаем звонок на камеру и посмотрим, а что же там происходит где-то в реальном времени. Вдруг возник вопрос, а чем занимаются у нас продавцы в этот момент в каком-то филиале. Давайте-ка сделаем звонок и посмотрим реально, а то вот мы тут спорим про тайм-менеджмент, чем им занять. Давайте позвоним и глянем, что они делают. Они реально перегружены или там крестик и нолики играют в то время, как руководство собралось на совещание. Ну, вот какие-то вот такие, как бы, скажем так, наметки по решению. Подробнее по возможностям интеграции опять же можно будет поговорить завтра с моими коллегами про технические аспекты, про проблемы, которые возникают при подобных, при построении подобных решений. Собственно, все. Готов ответить на вопросы. Это что выходит, да? Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...